Всем привет народ, это Михаил, канал Video Game Edition. В прошлой серии мы нашими кораблями встряли в коряги, и я принял решение, что мы будем тщить наши корабли, можно сказать, на себе, и между тем порубать все эти коряги, чтобы не повредить наших кораблей, и на нас, собственно, с берегу напали глыбы. И этот момент я в предыдущей записи проиграл, и сказал, что я его переиграю. Собственно, вот, сейчас я занимаюсь непосредственно тем, что переигрываю этот момент, несу небольшие потери, но очевидно, что уже этот поединок я выиграю, поэтому продолжим сразу с этого места. Погнали. Так, я немножко пересмотрел тактику, выбрал других бойцов, и поэтому как-то уже полегче заходит. Поэтому думаю, что все должно получиться. Ну, их вот осталось двое, у меня трое, но все прилично ранены, и один точно откинет копыта. Так. Блин, эти штуки сейчас загвались. Так, ну, собственно, да, как я и сказал, что там все-таки хана. Так, молнии больше нету. Отдыхай. 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 ну хоть сейчас бы не промахнуться, зараза, этот, блин, еще издалека больно так бьет, неприятно так, ну может сейчас мы нашим ткачом сможем вот эту одну единичку выбить, было бы очень неплохо давай не промахнись, да зараза отлично, вот сейчас до этого бы доковылять еще, так, встанем сюда восстановим нашему товарищу броню что восстановилось, я не понял, замечательно, лучше бы мы на молнии его потратили так, либо ударить ему по щиту, либо пытаться его так по одному убивать а он еще зараза отходит постоянно давайте так долбать, рано или позже все равно он кинется вот он отходит зараза и издалека подсирает так, молнии у меня нет, поэтому надо только окопашку долбать ого начал сразу нет, ткач вообще больше всех в этой битве убил отлично трупы врагов у ваших ног так двое, к сожалению всего лишь выжили не очевидный ткач все самые заряженные почему-то откинулись ранен, ранен ладно, хоть не погибли отлично так, мы посмотрим, что изменилось отлично мы могли бы спокойно спуститься вниз по реке до самой столицы вы смотрите на Ивера удивляясь его оптимизму а я мог бы отрастить крылья и полететь крылья заменят руку? эй, только мне можно шутить про мою руку тебе нет полагаю, это справедливо что тебя беспокоит теперь? думаю, нам нужно использовать того тренера из палатки что всюду таскаем за собой нельзя колебаться, когда дело доходит до убийства если речь идет о самозащите давай, пришвартуемся и проверим твои навыки ну, мы это в принципе все читали и видели уже как в предыдущей серии я не знаю, есть ли смысл записывать это снова так, тренировочная палатка да, 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 мы это все уже читали ну, сейчас я тогда пропущу непосредственно вот этот бой по новой не буду записывать, чтобы время ваше не тратите и сразу перейдем к лагерю итак, все, я закончил прожилие тренировки поговорил там со всеми, с кем в прошлой серии разговаривал так, теперь что нам нужно сделать во-первых, у нас есть герои которых, по-моему, можно прокачать так, да, он пишет у меня герои раненые, они могут сражаться но получают штраф к максимальному количеству силы равному количеству дней необходимых чтобы полностью остановиться герои лечиться отдыхая в лагере ага, всем по одному дню надо при том, что их вынесли там наглухо так, нажмите на портрет ну, давайте нажмите на кнопку умения а, ну это все да, это еще рано или не рано ладно ну, плюсиков никаких не появилось так уверен, что хотите повысить за 9 славы ну-ка, может есть кого нам так, ну вот этот с одной стороны до конца дошел в прошлый раз ну да, давайте действительно его повысим отлично так, и теперь два очка доступно у нас так, что мы ему повысим во-первых, урон повысим однозначно ааааа так, отлично уклонение так, а это броня да ну, давайте и то и другое а, вот даже сколько тогда побольше урон хорошо так, все пока оставим никого больше прокачивать не будем возможно нам просто еще припасы придется покупать так ну, надеюсь, они в пути вылечатся если что, нам есть кем их подменить надеюсь, или не только здесь могут лечиться погнали дальше ну, разглядывайте свежие припасы разложенные по повозкам откуда это, спрашиваете? спрашивает спрашиваете вы, одлив люди пытаются помочь всем, чем только могут отвечает она по мере возможности они будут собирать орехи, ягоды ловить рыбу и охотиться хорошо она притягивает она притягивает вам какой-то фрукт сражаться они не умеют зато благодаря им мы не будем голодать это хорошо, да на одном из кораблей поднялся шум люди подбадривают рыбака который с трудом тащит наверх сеть улов поднимают на поверхности люди обеспокоенно ахают отсюда видно, что в сети что-то большое покрытое то ли шерстью, то ли волосами что это они такое ну блин, интересно понаблюдать что они конечно там такое вытащили но как бы это нам не перебило половину корабля давайте посмотрим медвежонок кричит рыбак издох давно что бы это значило? суеверные шепотки быстрее ветра разносятся по кораблям люди пугают друг друга заразой и голодом вольверк стоит на носу корабля и смотрит на медвежонка пристальная еще мрач необычного мораль снижена ё-моё припасы мораль снижена возможно надо будет остановиться скоро на берегу толпа людей один варл прямо как в вашем караване выглядят они изможденными и отчаявшиеся они машут руками взывая о помощи ну можно ли им доверять? так возможно да это конечно засада но если они действительно настроены положительно они могут к нам присоединиться но и жрать они будут тогда больше давайте остановимся и спросим что им нужно самое нужное говорит варл еда безопасность торговые пути пусты из двух десятков людей примерно половина явно воины давайте пригласим их на борт прошу на борт вы будете сыты в безопасности люди забираются на те лади на которых посвободнее и жадно принимаются за еду клип говорит вам варл кажется это его имя и одновременно благодарность мораль повышена отлично 12 беженцев 12 воинов и 1 варл хорошо так она вон у нас уже впереди какая-то остановка какой-то городок а нет это какой-то остров крики доносящиеся со мною корабли привлекают ваше внимание в наспех сколоченной судне образовалась пробоина и оно начинает стремительно набирать воду все корабли идут на максимальной скорости а на берегу поджидают глыбы вы обдумывайте варианты пришвартовать корабль для ремонта пересадить людей на другие корабли разгрузить спросить совету корабельщиков по сути их можно отремонтировать но опять же с глыбой биться так 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 давайте спросим корабельщиков нужно швартоваться говорит один знаток чушь заватать тряпками и смолой сойдет пока отвечает другой они начинают спорить люди в это время перепрыгивают с тонущего судна другие корабли хватаясь за веслые веревки некоторым это не удается эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй так не пойдет так не пойдет так насколько у меня далеко сохранения не очень далеко так что вступим мы в бой с глыбами а это что до этого было а так подождите так давайте-ка сейчас я разберусь и продолжим итак я снова тут пришлось немного переиграть но надеюсь этого стоит то есть на этот раз мы не будем сейчас спрашивать совета у корабельщиков мы пришвартуемся пришвартуем корабль для ремонта ну и замочим всех глыб погнали канаты переброшены на тонущий корабль его буксиром тянут к берегу дозорные замечают несколько глыб но они не приближаются хотя горящие глаза и странное гудение нервируют людей рабочие принимаются за починку корабля мораль снижена вот и все что ли мораль снижена еще и припасы хорошо предлагаю на одном из кораблей поднялся шум люди подбайдривают рыбака с трудом а ну вот это про медвежонка да ну на этот раз предлагаю бросить сеть чтобы никого не злить в борт корабля в борт корабля окончим серия к сожалению получилась маленькая потому что я в целом потратил много времени чтобы переигрывать и в следующей серии мы продолжим так и